Волокоптер сообщила о первом успешном полете четырехместного аэротакси. В США скоро появится первая дорога, способная заряжать электромобили на ходу. Роботизированный повар Пиццойла заменит персонал небольшой пиццерии. Лайт ЕА готова запустить производство электромобилей, который может месяцами ездить без подзарядки. Обо всем этом подробнее далее. Меня зовут Андрей, вы на канале Инстарзинг Новости. Досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Концепты и прототипы аэротакси стали уже обычным делом, но дойдет ли дело до практического применения технологии летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, пока не ясно. Немецкий Волокоптер может стать одним из первых. Недавно стартап показал свое детище Волоконнект в полете и рассказал о достижении на конференции, прошедшей в Штатах. Подробности беспилотного полета не разглашаются, кроме того факта, что полет состоялся в мае, длился 2 минуты и 14 секунд и включал два основных маневра. Прототип, который использовался во время испытаний, обладал всеми штатными аэродинамическими и эксплуатационными характеристиками будущего коммерческого продукта. На этом этапе разработки инженеры компании оценивают поведение летательного аппарата на низких и высоких скоростях. Способность переходить от вертикального горизонтальному полету компенсировать отказ двигателя в воздухе. Прототип движется вперед со скоростью до 64 км в час в стороны до 45 км в час. Что касается основных характеристик, то Волоконнект это электрический крылатый Витол с шестью винтами для вертикального взлета и посадки, а также еще двумя пропеллерами для поступательного движения. Он может переносить до 4 пассажиров и будет разгоняться до 250 км в час. Крейсерская скорость 180 км в час. Максимальная дальность полета 100 км. По планам первые клиенты смогут заказать полет на Волоконнект в 26 году. Компания Электрон анонсировала строительство в США первого шоссе с интегрированной системой беспроводной зарядки для электрического транспорта. Для строительства выбрали Детройт. Длина особой дороги пока ограничена одной милей. Проект носит экспериментальный характер. Его цель – выяснить реальные условия эксплуатации такой системы и определить пользу от подобных дорог. Электричество дорога будет получать из общей сети и передавать на зарядные катушки под верхним покрытием. Катушки подключены индивидуально. Случайное повреждение не вызовет разрыва сети. Для получения энергии на транспортные средства нужно будет установить активное приемное устройство. Без контакта с ним дорога энергию не отдает, поэтому отсутствует риск поражения электричеством пересекающих дорогу людей и животных. Самым сложным является расчет оплаты этой услуги, так как количество переданной энергии зависит от типа электромобиля и скорости его движения. Идеальным вариантом является общественный транспорт, который движется по одинаковым маршрутам и графикам. Для него настроить систему проще всего. Еще один практический вариант – дороги с максимальным числом пробок, чтобы машины заряжались, пока стоят без дела. Но при этом водителям надо учитывать, что подобная дорога даже при большой протяженности не сможет зарядить электромобиль полностью. Роботизация системы общественного питания постепенно становится реальностью. Расположенная в штате Иллинойс компания Nala Robotics представила компактную автономную роботизированную систему приготовления пиццы под названием «Пиццойла» размером 3,7 на 3,7 метра, состоящую из зоны хранения, приготовления, печи и руки манипулятора, свободно перемещающейся по всему периметру кухни. Клиенты пиццерии могут сделать заказ, выбрав его в киоске самообслуживания, который передаст его в электронном виде на кухню. Помимо этого предусмотрена онлайн-версия заказа на дом через специального робота. «Пиццойла» может выбрать нужный вариант из четырех типов теста, из стольких же соусов, 35 сыров и прочих начинок. В соответствии с заказом автомат выдавливает тесто, добавляет начинки и соус, производит нарезку и упаковку готовой пиццы. В компании сообщают, что производительность тропатизированной системы – до 50 изделий в час. «Пиццойла» прекрасно уживается с другой кухонной техникой, в частности для приготовления гриля и картошки фри. А после небольшого сеанса машинного обучения, система научится готовить гамбургеры, картошку фри, крылышки, салаты и пасту. Очень важно, что наряду с приготовлением пищи, система каждую микросекунду контролирует 1200 параметров ее качества. Тем, кто пожелает взять пиццойла в лизинг, система обойдется от 7000 долларов в месяц. Слухи о дорогом и чрезвычайно экономичном электромобиле Light Ea0 ходят уже не первый год, но только теперь состоялась глобальная премьера и разработчик заявил о готовности первой солнечной модели к производству. Компания уже задействовала в работе до 500 человек и заключила соглашение с более чем сотней поставщиков. Машина уже готова к производству. В отличие от конкурентов, новинка при некоторых условиях способна работать без внешней зарядки месяцами. Электромобиль представляет собой семейный седан с солнечными панелями общей площадью 5 квадратных метров, способными вырабатывать в день электричество, позволяющее проехать до 70 км. Четырехдверный седан имеет запас хода по трассе в 560 км на скорости 110 км в час, даже в условиях, когда солнечный свет отсутствует. В ходе WLTP тестирования Light Ea0 удалось проехать и вовсе 625 км. Это на 4% больше, чем полноприводный Tesla Model 3 Long Range. При этом модель Light Ea имеет тяговые аккумуляторы на 60 кВт-ч, а та же Tesla на 82 кВт-ч. По данным компании, во многом машина обязана таким показателям низкому коэффициенту лобового сопротивления. Это самая аэродинамичная семейная машина из когда-либо построенных. Определенную роль играют и специально разработанные шины Bridgestone. Известно, что новинка разгоняется до сотни за 10 секунд. Максимальная скорость составляет 160 км в час. Хотя в этом она уступает Tesla Model 3, зато она гораздо быстрее заряжается. При этом, хотя в безоблачный день солнечные элементы не позволят зарядить аккумулятор полностью, их вклад достаточно велик. В течение летнего дня машина может получить достаточно солнечной энергии, чтобы проехать до 70 км. По данным компании, если водитель проезжает не более 50 км ежедневно, он способен ездить месяцами до тех пор, пока ему наконец понадобится зарядная станция. А теперь представьте, если в Штатах реализуется проект дороги, которая сможет заряжать электромобили на ходу, то данный аппарат точно сможет ездить очень долгое время без подзарядки. Стартап Ertephone запустил в продажу обновленную версию своего музыкального гаджета Orba 2. Его предназначение – позволить каждому человеку играть любой звук, который он может вообразить, где бы он ни находился, не беспокоясь о навыках владения инструментом и познаниях в теории музыки. Например, устройство умеет записывать звуки окружающего мира и превращать их в музыкальные пресеты. Давайте послушаем, как это звучит. Orba 2 – компактный гаджет в форме полусферы. На верхней части расположены 8 больших сенсорных кнопок. Внутри есть акселерометр и гироскоп. Благодаря этому устройство распознает 9 базовых жестов, что помогает сочинять музыку, просто двигая руками в воздухе. Мощность акустической системы составляет 3 Вт. Гаджет имеет выходы Bluetooth Mi IDI и USB-C для подключения к внешним устройствам. Orba 2 имеет электронный синтезатор и сэмплированные аудиозаписи пианино и электрогитары, на которые можно накладывать вокал или произвольные звуки. Устройство обладает большим объемом памяти, что позволяет накладывать партии ударных, баса, аккорды и соло во встроенном лупере, составлять композиции длиной до 128 тактов, а потом превращать их в 5-минутные лупы. Для выпуска данного гаджета компании не потребовалось собирать средства на краундфандинге. Музыкальный гаджет уже поступил в продажу. Цена устройства 150 долларов. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно оформите подписочку на данный канал, поставьте мощный лайк и нажмите в колокольчик. Не забывайте делиться этим каналом и нашими видео со своими друзьями. Еще больше полезного и интересного контента вы найдете на наших ресурсах. Ссылки я оставляю в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Андрей, канал Инстартинг Новости. Не переключайтесь. До скорых встреч.